Здравствуйте, уважаемые коллеги! Как оказалось, наш канал и в частности выпуски путеводителя смотрят в основном профессионалы от айкидо. Как я и говорил раньше, поднимаемые здесь вопросы и возможность их обсуждения или осмысления очень сложно сделать новичкам. И поэтому контингент и аудитория сама собой сложилась. Когда я находился в Москве на фестивале Торнадо, я провел много бесед с айкидоками России. И многие из них смотрят этот канал и высказывали, что излагаемые мысли полезны и дают повод и основание задуматься и делать какие-то свои выводы. В общем-то цель, я и преследую эту, не навязывать свое мнение и свои догматы, дать возможность вам подумать на определенные темы по определенным вопросам. И в дальнейшем это, безусловно, поможет в изучении айкидо. Итак, наступил декабрь. Во всех додзю и залах страны, и не только страны, но и мира, во всех додзю айкидо наступает пора аттестаций. Так в айкидо называются экзамены. Люди готовятся, люди волнуются. Так для чего нам нужны аттестации и нужны ли они вообще? Ну, поскольку айкидо является несоревновательным видом, то, что мы рассматривали в третьем выпуске путеводителя и назвали как постулат номер один, соответственно, нет таких ситуаций в айкидо, которые были бы, воспитывали стрессоустойчивость у занимающихся. Например, на соревнованиях, когда вы готовитесь под дзюдо, самбо, по любому виду спорта, вы всегда находитесь в определенном возбуждении, выделяется адреналин, организм к этому сначала пытается с этим бороться, потом привыкает. А в айкидо тоже необходим этот опыт. И с подачи О-сэнсея, Кишамару Исиба и ближайшие ученики разработали аттестационные требования и методику и порядок принятия экзаменов в айкидо. Выходя на экзамен, ученик попадает в такое состояние, необычное для него, состояние определенного стресса. И, как вы знаете, если на татами в зале занятия проходят на спокойной, благоприятной атмосфере, то возникновение какого-то стресса сразу же выбивает почву из-под ног, ученики забывают те навыки, которыми обладают и так далее. Вот, чтобы восполнить этот пробел в подготовке в айкидо и введены экзамены. Экзамен на степени Q, экзамен на степени D. Объем, получаемый на тренировках в дозе, объем техники айкидо и знаний по айкидо, значительно превышает те требования, которые изложены в наших методичках и используются при аттестациях. Однако, несмотря на то, что объем невелик, выдать свои знания, показать свои умения, ученик должен очень систематизированно. Например, атаки катататория Айханми, атака Шомы Нучи производятся в одноименную позицию. Атака Гяку Ханми, атака Йокомы Нучи производятся в разноименную позицию. Исходные позиции также зафиксированы. На начальных стадиях, на начальных степенях ученик должен показать знания этих базовых принципов. И это не просто так. Зная финальную позицию, в которой ты окажешься, для того, чтобы атаковать, ученик учится оценить позицию своего партнера, позицию Тори, того, кого он атакует. Он должен видеть ту точку, куда он наносит свою атаку. То место, где он будет осуществлять захват. И начиная с шестых, пятых, начальных кью, воспитывается навык. В дальнейшем, когда ученик уже достигает высот побольше, он уже автоматически оценивает позицию своего партнера. Теперь вернемся к самим аттестационным требованиям. Неправильно относиться к ним, как просто к изложенным подряд техникам, которые надо посмотреть. Вот именно основательность и скрупулезность экзаменатора при оценке правильности действий сдающего кандидата, вышедшего на экзамен, они позволяют заложить хороший фундамент общей техники. Начинаем мы всегда наши первые экзамены. Это атаки захваты, айханми, гьякуханми. Простейшие атаки, шоу-манучи, ката-дори. И они сдаются не просто так. В дальнейшем, когда мы переходим к более быстрым атакам, к более опасным атакам, дзюданские, йоку-манучи, двойные атаки, ката-дори-минучи, муна-дори-минучи, там проявляется тот опыт, который мы получили, изучая и сдавая экзамены на шестый и пятый кью. Как вы делаете ката-дори айханми и кё, многое зависит, как вы будете делать и кё от дзюданские. И когда допускаются ошибки у мастеров от дзюданские, то это были проблемы, когда они изучали айханми. И так далее. Принцип приёма экзамена, он построен, может строиться по-разному. Может вызываться кандидат на экзамен и спрашиваться последовательно по книжке то, что он сдаёт, и он работает в паре. Сдающие могут вставать друг с дружкой и показывать одновременно и работу Тори, и работу Луки. Это уже всё зависит от экзаменатора, как он строит свой процесс. Не очень хорошо, когда занимающийся выходит на экзамен, экзаменатор видит его в первый раз. Это в рамках школы на начальной степени Q означает, что занимающийся прибыл, видимо, из какого-то другого дзю, который не относится к этому. И провести его объективную оценку очень сложно. Поэтому рекомендуется в таком случае посмотреть его знания с базы, с шестого Q. Если этот ученик будет продолжать работать в вашей школе, то несистемность его знаний в дальнейшем сделает ему медвежью услугу. И придётся переделывать или улучшать его технику более сложными методическими способами. Поэтому, когда ученик принимает решение выходить на экзамен, он должен спросить разрешение у своего инструктора, который его допускает. И тот, в свою очередь, представляет ученика на экзамен экзаменатору. Таким образом, когда экзаменатор принимает и видит ученика и оценивает его работу, он оценивает работу того инструктора, который его выставил. Поэтому экзамены также несут в себе эти стации комплексную проверку. И проверку занимающегося, и проверку его инструктора. И в дальнейшем, по принципу обратной связи, экзаменатор должен подсказывать инструкторам, где они допускают ошибку или на какую техническую ошибку им необходимо обратить внимание и как её исправить. И если додзю или какая-то организация работает как слаженная команда, то такой метод аттестации, он очень эффективен. Он помогает развиваться и улучшать качество техник. Вот, пожалуй, всё. Я желаю удачи всем, кто выходит на экзамены. Сдавайте, не волнуйтесь. Любите айкидо. До свидания. Спасибо. На аттестации ученик работает по-другому. Он приходит, когда приходит в зал, он видит, как ему показывают технику. И он её повторяет, воспроизводит. У него работает механизм, что он визуально оценивает работу, оценивает технику и воспроизводит эту технику. Когда он попадает на экзамен, у него идёт обратный процесс. Он на слух воспринимает то название техники, которое от него требуется. Восстанавливает в голове образ этой техники. То есть он начинает творить. Он становится создателем. Он её представляет, этот образ, сначала в голове, а потом он её выполняет с партнёром. Происходит процесс. Ученик показывает, как он умеет творить. Уже где-то. Основное искусство, её характеристика любого искусства в творчестве. То есть мы должны что-то создавать. И вот это создание, креативность, она проявляется в экзамене. Но сначала очень так неуглюже, но потом всё лучше и лучше и лучше. Вот это как бы принципиальное отличие от тренировки, от практики обычно. Да, на практике тоже очень много возникает импровизации, очень много возникает каких-то моментов. Но именно работа с образом, она в процессе аттестации, она как бы начинается. Человек начинает с этим работать на аттестации.